Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая, три. Все было, как в моем любимом кино, признается пенсионерка Ольга Елфимова. Взломанный замок, обнаружение пропажи, вызов наряда милиции, расследование на месте и задержание преступников. Кстати, последними оказались двое пинчан, у которых за плечами порядка 70 краж по области и судимость. Однако темное прошлое и возможность снова оказаться за решеткой на мушников не остановили. Воровать они продолжили. В списке жертв оказалась и наша героиня, которая буквально на час вышла в магазин, заперев дверь на два замка. Прихожу, дверь прикрытая, как положено, я только открыть ее не могу. Думала, муж пришел, кофе греет. И все, захожу, все валяется, вот это все там выброшенные, эти мои постели. Все, я даже в тот момент еще о краже не думала, представляете, вот так не ожидала этого. Все, захожу, смотрю, мой кошелек лежит на полу открытый, ну и все, со мной чуть инфаркта не случилось. 496, оранжица, осматривай тревожную кнопку, Луцкая 16, квартира 50. Сработала тревожная кнопка. Такой быстрой реакции от милиционеров злоумышленники не ждали, а потому продолжили свои темные делишки. Преступников задержали при повторной попытке совершения кражи в этот же день. По счастливой случайности хозяйка квартиры оказалась дома и успела записать номер автомобиля, на котором воры пытались скрыться. Но уехали они недалеко. Наряд милиции быстро их обнаружил и задержал. Позже правоохранителям пришло письмо от Ольги Елфимовой, в котором пострадавшая поблагодарила милиционеров за оказанную помощь. Кстати, подобная история имела место и в прошлом году. В 2015 году сотрудникам милиции удалось раскрыть серийную кражу в Ленинском районе, когда две женщины в течение рабочего дня прошли 15 домов и были незамеченными. По счастливой случайности бдительные граждане сообщили об этом в милицию и по горячим следам удалось задержать двух гражданок Толучинского района, которые подозревали совершение серийных краж. При обыске у них было обнаружено похищенное. Наиболее актуальной темой является совершение хищения личного имущества. Таких преступлений от всех левих, преступлений по линии Росказгвизида около 60%. Оперативно-дежурные службы, следственные оперативные группы, органы внутренних дел, следственного комитета, экспертного комитета Республики Беларусь работают оперативно, слаженно, совместно. По горячим следам раскрыто более 60% таких преступлений по линии уголовного розыска. По данным правоохранителей, в 2015 в Бресте было совершено более тысячи краж, а в январе текущего года уже 70. Только по московскому району в сутки фиксируются до четырех хищений. В основном преступления совершаются в будние дни, утром и в обед, когда хозяева находятся на работе. Одна из причин проникновения воров в жилище – некрепкие замки или попросту незакрытые двери. Если все-таки вы стали жертвой квартирной кражи, эксперты-криминалисты дают пошаговую рекомендацию последующих действий. В первую очередь нужно стараться не входить в помещение и не допускать проникновения в квартиру других посторонних людей. Второе главное обстоятельство – это не перемещать вещи, предметы квартиры и не касаться, конечно же, их руками. Третий важный пункт – это стараться не наступать на участок пола, где отсутствует ковровое покрытие. Это делается для того, чтобы эксперты после выбытия на место происшествия могли более эффективно изъять все необходимые следы обуви преступника либо группы лиц. Увы, увеличение числа краж можно наблюдать и на дачных участках. Крадут все, что плохо лежит – строительные материалы, доски, кухонную утварь, даже чугунные ванны и продукты питания. Злоумышленники не гнушаются ничем. Причина – хлипкие замки, выполняющие скорее декоративную функцию и незапертые окна. Такая безлаберность – чевата потери имущества. Ведь, как показала практика, огороженная территория садовых товариществ, ржавый или хлипкий замок редко останавливают вора. Это касается и квартир, которые хозяева и вовсе предпочитают не запирать. «Зачем? Я выйду всего лишь на пять минут», – думает большинство, а в итоге жилище становится местом преступления. Хочется обратиться к жителям города Бреста, Брестской области, о том, чтобы граждане были бдительными, сохраняли свое имущество, закрывали на все замки, которые есть у вас в дверном проеме. Кроме этого, не хранили большие суммы денег по месту жительства, сообщили об этом своим пожилым родителям, родственникам, потому что зачастую жертвами преступников становятся граждане пожилого возраста, которые, к сожалению, не запоминают приметы, тщательно не запоминают, и хранят все деньги в своих платяных шкафах, в каких-либо журналах, в шкатулках. То есть преступники, проникая в квартиру, очень легко могут найти денежные средства и те драгоценности, которые лежат на самом видном месте. Соблюдение этих простых правил – залог того, что ваше жилище будет надежно защищено. А вы не станете жертвой грабежа и не повторите печальную судьбу Антона Семеновича Шпака.